Создатели выставки, посвященной 75-летию Сталинградской битвы, хотели не только познакомить жителей с героями-земляками. По их замыслу, это небольшой рассказ о мужестве и героизме тех, кто сражался за Отечество. Даже раненые возвращались. Раненые возвращались в строй после излечения. Потому что знали, что это необходимо, они защищали свою Родину. Эта выставка и об этом. Она об этом. Для того, чтобы показать молодому поколению, как нужно любить свою Родину. Над созданием выставки работал авторский коллектив из 10 человек. Историки, краеведы, сотрудники районного историко-культурного центра. Несколько сотен уникальных фотографий и документов пришлось пересмотреть авторам экспозиции, чтобы отобрать лишь некоторые из них. У нас очень много материалов. Их надо все отобрать, просмотреть, выбрать фотографии, которые пойдут на выставку. Те, которые будут фотогенично смотреться. Не забыть всех наших ветеранов. Определенная сложность была в том, что над фотографиями и документами нещадно поработало время. А потому многое пришлось восстанавливать. Кроме того, чтобы воссоздать атмосферу битвы, авторы активно использовали калаш. Это сюжетная фотография времен Великой Отечественной войны. А это фотография Машков Алексей Федорович. Он пошел, житель деревни Суханово. Пошел с первого дня на войну. И погиб в Сталинградской битве. Всего около 300 жителей Видновского края приняли участие в Сталинградской битве. Но, увы, не обо всех сохранилась информация. Сбор материала идет постоянно. И организаторы уверены, что подобные экспозиции станут традиционными. Мы только начали эту работу. На следующий год будем пополнять и будем менять. Потому что места мало. Все 48 фотографий. 46 фотографий. 48, прошу прощения. Их сразу все не вывесишь. Выставка устроена так, что экскурсовода не требуется. Каждую фотографию сопровождает объяснительная надпись. Но очень часто на этом вернисаже под открытым небом люди узнают на фотографиях себя, своих близких и родственников. Люди останавливаются, смотрят, читают, интересуются. И очень многие, знаете, особенно вот здесь же старый микрорайон, и люди, которые создавали вообще весь этот город, они здесь живут. И, как правило, вот просто и говорят, ой, а это вот тот, это там то, а это вот мы тут сфотографированы. Бывают вот коллективные снимки. Так что, я думаю, что все правильно. Каждая черно-белая фотография словно небольшой рассказ о человеке. Медсестры, танкисты, офицеры и рядовые. У каждого из них своя судьба. И некоторые истории не могут не потрясать. Сергей Сергеевич Маркин, который был танкистом, танк их был подбит, его был. Вот. И он, умирая, выбрался из танка и на броне кровью написал. Я умираю, но Родина, партия победят. Посмотреть выставку может любой желающий круглосуточно в парке «Юность». Продлится экспозиция до начала марта. Максим Козлов, Алексей Руднев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение следует...